Мы были когда-то Великим народом, проживавшим от Алтая до Дуная. Говорили на одном языке, культура, быт, была одинаковая. Казахстан, прародина тюрков. Священный Карашин Ирак. Отсюда из наших степей уходили в разные концы света тюркские племена и народы, внесшие значительный вклад в исторические процессы других стран. Чтобы найти следы пребывания наших предков в истории и культуре этих народов и стран. Научная экспедиция под названием «По следам предков» во главе с известным казахстанским путешественником 21 века, Человека-мира, Саппаром Искаковым, за пять лет, начиная с 2016 года, побывала в более 50 странах мира, Европы, Азии, Африки и Америки. Наши предки на сегодняшний день, мы нашли следы их в более 50 странах мира, начиная от Европы, западная, это Франция, Германия, на востоке, это Китай, Южная Корея, Япония, на юге, в арабских странах, это Индия, Египет, Палестина, ну и на самом севере, это вот Российской Федерации. Наши предки, это уже, правда, далекие предки, это Салтая, которые ушли когда-то, это 20-40 тысяч лет тому назад, на американский континент, который проживает на сегодняшний день на северном и на южном, на южной Америке, в Латинской Америке, в Соединенных Штатах, это все наши предки. За короткое время, экспедицией была проведена большая исследовательская работа. Прослежены генетические связи между различными народами Евразии на основе ДНК-анализов, установлена какая связь между казахами и древними народами, населявшими Евразию. Проведены международные конференции с приглашением зарубежных ученых и историков из разных стран. Состоялось знакомство с потомками известных исторических личностей. На основе древнерусских рукописей об истории Кыпчаков с XI по XIII веков издана книга Половцы «Кыпчаки» в русских летописях. В 2017 году, когда мы были на территории Российской Федерации, мы встретились с ученым, товарищем Порсиным, который изучает летопись, которая состоит из 43 томов. Я попросил его сделать выбирку из этих летописей. Она состоит из Лаврентьевской летописи, Ипатовской летописи, там много. И оттуда выбрать те места, которые относятся к нашим предкам, Половцам или Кыпчакам. Он эту работу выполнил. Из 43 томов получился один том на древнеславянском языке. Потом он его перевел на современный русский язык, и мы его напечатали вот в таком виде. Выпущен альманах карт Казахстана средних веков, на которых отображены уникальные сведения об истории Казахстана. Большую ценность представляют карты, созданные на основе исследований руководителя научной экспедиции Сапары и Скакова. В каких странах правили наши предки? Место их проживания? 100 сакральных мест за рубежом, связанные с именами наших великих предков и другие. Казахстана средних веков, связанные с именами наших веков, Казахстана средне à Ивановской области. Надо рядом с именами наших века! Более подробнее о работе научной экспедиции по следам предков смотрите в программе Trails of Nomads на канале Казах ТВ. Историю мы должны знать помнить и стараться передавать своим потомкам